Короче говоря, король розыгрышей. Я вернулся домой после ежедневной прогулки по лесу. В новогодние каникулы не знал уже, чем себя занять. Но мне определенно нравилось в одиночестве проводить вечера перед елкой. Я зашел в свою комнату. Здесь валялись носки. Я бы сказал, что это норма, если бы носков не было так много. Они лежали повсюду. Это было очень странно. Я даже не подозревал, что у меня есть столько носков. Я начал их убирать на полочку в шкафу. Но вдруг обнаружил, что они вовсе не мои. А чьи же тогда? Я ведь живу один. Зашел на кухню. Там была открытая духовка, из которой тянулась тонкая струя какой-то красной жидкости. Я жутко перепугался. Решил пойти по следу этой струйки. Она повела меня на второй этаж. Продолжение этой струи было за закрытой дверью. Я схватил первое попавшееся мне под руку оружие. Сделал страшную рожу и открыл дверь. В комнате на фоне окна я увидел силуэт мужчины. От страха у меня потемнело в глазах. Но я взял себя в руки, выдохнул и сделал шаг вперед. Силуэт сделал шаг назад. Это было странно. Он развернулся. Я хотел заорать, но чуть не заржал. У него в руке был топор. Он пошел на меня. Теперь я заорал. Побежал вниз. Он тоже побежал вниз. Я закрылся в комнате. Забаррикадировался. Забился в углу. Дверь спокойно открылась в другую сторону. Придурок. Некто вскарабкался по мебели. Подошел ко мне вплотную. Я затаил дыхание. Он занес над собой топор и снял маску. Сказать, что я потерял дар речи, значит не сказать ничего. Это был мой старый друг из другого города. Он давил лыбу. Я не понимал, что происходит. После он помог мне подняться и мы сели с ним на диван. Я расстроился, потому что он считал себя королем розыгрышей и пользовался своими навыками великого приколиста при любом удобном случае. Но он подбодрил меня и сказал, что если ему у меня понравится, он останется на целый месяц. Дима вышел из комнаты. Я почему-то сразу решил, что ему не должно у меня понравиться. Но внезапно подо мной что-то треснуло и я чуть не упал. У дивана отвалилась ножка. В проеме стоял Дима и улыбался. Но если он мне еще и имущество портить будет, то я ему устрою. Я зашел на кухню. Дима что-то искал в шкафчике. Он повернулся и спросил, где у нас лежат кастрюли. Я быстро сориентировался и соврал ему, что на балконе. Он вышел из кухни. Это было гениально. У нас в доме нет балкона. Димы не было видно уже 10 минут. Я решил пойти в свою комнату. Открыл дверь. Он оказался хитрее, чем я думал. Нужно будет придумать план для мести. Утром я проснулся. Посмотрел на соседнюю кровать. Димы уже не было. Я поднялся. Нужно быть бдительнее. Я осмотрелся. Медленно подошел к двери. Открыл ее. Аккуратно вышел из комнаты. Все чисто. Подошел к ванной. Ага, он моется. Надеюсь, что он выйдет как можно скорее, потому что я хочу в туалет. Я терпел 10 минут. 20 минут. Час. Я подошел к двери. Постучал. Сказал Диме, чтобы он быстрее выходил. В ответ я услышал. Вдруг открылась входная дверь. На пороге появился Дима с пакетами. Я офигел. Сказал Диме, что кто-то моется в нашей ванной. Резко открыл дверь. Дима сказал, что он просто проверяет здесь свою новую стереосистему. Я решил придумать план для мести прямо сейчас. Ну, сначала схожу в туалет. Я зашел в комнату. Сяду у окна, потому что когда я смотрю на улицу, у меня появляются хорошие идеи. Мысль с окном не прокатила. После обеда я начал приводить свой супер-пупер-мега план в действие. Через час Дима, как всегда, будет отжиматься на втором этаже. Я подойду к нему и скажу, что ему на телефон звонит какой-то важный чел. Он, конечно, сразу повяжет к телефону. Перед лестницей поскользнется на банановой кожуре и куберем полетит вниз. После этого поднимется и, сделав шаг вперед, поскользнется на мыле и влетит в новогоднюю елку. Поднявшись с пола, откроет дверь в комнату и влепится лицом в пищевую пленку. Начнет искать телефон по звуку. Засунет руку под подушку. И достанет оттуда телефон, измазанный в варенье и майонезе. А в кульминации я кину в него открытой баночкой с горчицей. В итоге Дима психанет и съедет от меня. Гениальный план. Я полностью был готов. Поднялся на второй этаж. Дима отжимался. Я сказал, что ему на телефон звонит какой-то важный чел. Дима ответил, что он перезвонит ему попозже. Я сказал ему, что это прям очень важный чел. Он поднялся на ноги. Продолжил разминать руки. Я растерялся. Дима сказал, что тренировка для него важнее всего. Я разозлился. Открыл баночку с горчицей. Кинул в Диму. Вот капец. Дим, ты чё? Дима побежал на меня. Я рванул вниз. Дима, ты куда? Я на поезд опаздываю. Ты же у меня целый месяц жить собирался. А ты побольше меня слушай. Это тоже розыгрыш был. Короче говоря, король розыгрышей. Ну а пока танцует новогодний петушок, у тебя есть время, чтобы поставить лайк и подписаться на канал. А также настоятельно рекомендую посмотреть предыдущие, короче говоря, на этом канале. Спасибо за просмотр и с Новым Годом!